Книга, открытый Моком, том 4. Тема природа. Вопрос 1339. Как относиться к археологии? Археологам грех раскапывать только людей умерших. Или тоже и животных, и здания. И даже целые города древние раскапывают, отвечает Игнатий Кихнович Лапкин. Давайте вообразим, что с сегодняшнего дня все до единого археологи и историки в обязательном порядке должны работать серьезно. С прибылью что-то созидать. Они много ездят, копают землю, переворачивают курганы. Дать им такую же работу проводниками в вагонах, геологами, шахтерами, пастухами. Пусть их примут в свои ряды. Все, кого здесь перечислили, мы знаем. И без них нам будет жить трудно. И даже очень. Но вот не стало ни одного археолога. Что мы потеряем? Ничего. Это совсем и не работа. И они не нужны. Любят копать. Пусть устраиваются в похоронное бюро. Копают могилы. И пусть заранее договариваются, что им вместо зарплаты будут те кости и черепки, на которые они натолкнутся. Они же любят свою работу. Жить без нее не могут. И работают они не за зарплату. На шее народа они не сидят. Как они убеждают себя и пытаются убедить других. Вот и пусть доказывают нам это. И мы поверим через 25 лет такого их труда. Есть такое выражение в кавычках. Косить. То есть обманывать, подмигивать, перекашивать лицо. Этого делать не нужно. Самая настоящая археология, необходимая всем нам, это изучать Библию. Не кумранские свитки и раскопки древних городов. Верить, написанное исполнять и копать. Здесь нужно как можно глубже. Как был голос святому Симеону Стопнику. Гробокопательство запрещено канонами и подлежит суровому наказанию. Хотя бы у археолога и была бумага, вышестоящая над ним бездельника-лучальника. Кладбище захоронения — это поле Нива Божия. Засеянное смертью и жнецом ее является сам Бог. Иоанна 5, 28-29. Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут творившее добро воскресенье жизни, а делавшее зло воскресенье от суждения. Кости животных кормить вас не будут, но заразиться через них вы можете очень легко. Лучше разводите домашних животных, и Бог вам в помощь. Живые борются, а живы только те, чье сердце предано возвышенной мечте, кто цель прекрасную поставив пред собою, к вершинам доблести идут крутой тропою, и точно факел свой в грядущее несут великую любовь или священный труд. 31 декабря 1848 года, полночь, Виктор Бюхо.